В Европе после ковида наступил туристический бум. Если вы еще этого не поняли, добро пожаловать в Барселону. Приехать сюда это уже не просто что-то из разряда массы самых красивых городов Европы, но даже немного и перебор. Типа как быть в тренде, но немножко даже перегнуть палку. Надеюсь я понятно сказала, но если нет, попытаюсь объяснить в нашем видео. Как раз во время нашей поездки в Барселону случилась даже мини-демонстрация против туристов, которая была, правда, малочисленной, но отмечла с тем, что протестующие стреляли в туристов из водных пистолетов, за что пришлось потом измениться самому мэру Каталонии. Мы сидели в кафе, она вела и в рожу ей шиндрахнула воду. Кому? Туристке. Барселонка баба. Вот так ей плеснула в рожу. А туристка что-то? Ничего, я была очень расстроена к ним отношениям. Ну, 3,5 тысячи демонстрантов это не так уж много. Мы вообще не хотим проводить экскурсию. Для этого есть куча профессионалов. И вообще, по-моему, про этот город уже давно все сказано. Здесь будут только наши эмоции и наша Барселона. Как мы ее поняли и почувствовали. В Барселоне всегда много туристов. Но в июле 2024 здесь была просто жара в прямом и переморском смысле. Привычные маршруты стали просто невыносимыми. И мне точно невозможно понять, зачем ты идешь по Рамбле. Плюс 40 в толпе таких же странных людей. Зачем все эти люди стоят часами и сосредоточенно всматриваются в фасады Гауди. Что там можно такого увидеть, чтобы стоять так долго? Это какое-то буйное помешательство, во-первых, на Барселоне, во-вторых, на Гауди. Кстати, если кто-то ее считает гением, то я не из-за числа. Мне его гений кажется уж слишком на грани кичи. И даже где-то рядом с дурновкусием. Только не обижайтесь. Но это его стиль. Очень хорошо замешан на деньгах спонсора и на пиаре. Хотя он, конечно, особенный, сказочный, яркий. И надо отдать ему должное, что он последовательный и упрям. Выстроится Граду с таким великолепным фасадом, как замок из песка. Но он стоит прямо в веках и строится так долго. Это так завораживает и привлекает к себе огромное толпе туристов каждый год. Я была в Саграде впервые лет 15 назад. И тогда за какие-то потенули нам большие деньги вообще не было желающих попасть внутрь. Так и снаружи не было никаких толп. Мы купили входной билет. И комната была пару квадратных метров внутри. Смотреть там было абсолютно нечего. А нам объяснили, что мы делаем хорошее дело. Потому что Саграды строятся только за деньги людей. И если все дружно постараются, то это позволит достроить ее к 2020 году. И вот мы снова здесь. До конца не видно. Хотя внутри уже все очень даже прекрасно. И есть на что посмотреть. Провольство службы. И вот так могила Гаудиная. Я так уверена, 100%. Парк Гуэль тоже привлекает любителей Гауди и модерна. Но мне кажется, что он максимально странный и волшебный. И поэтому он особенно пользуется популярностью у азиатских туристов. Если вы хотите модернистских интерьеров, то советую вам не стоять в очередь в дом-малье, а зайти на экскурсию в соседнюю казу Амат-Лье. Организация подхрамывает. Тут на одной площадке лестничной. Башкой треснуться. Посмотри, как красиво. Несмотря ни на что. Просто этот амалье, он был фанатом коллекционирования. И он всю жизнь занимался коллекционированием предметов искусства и мебели. И еще он был представителем древней шоколадной семьи. Древней профессии. Древней профессии шоколадников. И это, как понимаешь, этот фильм был? Как? Чарльз шоколадная фабрика. Вот это вот. Вилли Вонка. Да, это вот получается Вилли Вонка по-каталонски. Экскурсия-то, конечно, максимально странная. Потому что комнат там немного. Всего один этаж. И вам дают наушники. И долго рассказывают прям про каждую тарелку, про каждую арку. Интерьеры там, кстати, шикарные. И все такое сохранное. И атмосфера прям как в фильме. Мы были без наушников. И могли бы уже там 10 раз прокрутиться по этому этажу за это время. Но группу запирают в одной комнате. И ты вынужден всех ждать. Потому что тебя оттуда просто не выпустят. Поэтому, конечно, лучше это сделать, если есть возможность, с каким-то индивидуальным гидом. Короче, у нас осталось еще две комнаты. Это, предполагаю, будет кабинет. Вторая гладилась. И туалет. И у нас, наконец-то, вышмет отсюда. Мы пойдем. Мучает. Спасибо. Еще пару слов о парках Барселоны. Цитадель. Конечно же, это прекрасный, шумный, красивый, фотогиеничный парк. Там можно покормить попугайщиков. Где вы находитесь, расскажите мне. Какой-то ботанический сад. Ногсшибательный. Ты должна такой делать атмосферную теплицу. А, смотри, тут можно проходить через нее. В чем прикол? Запах томата вздыхать, наверное. Оригинально. Оригинально. Вот слишком много сконцентрированных мутных личностей, которые или спят, где придется, или пытаются максимально на чем-то заработать. При этом есть ощущение, что у тебя запросто тут могут стырить телефон или кошелек, если ты особенно будешь ловить воронку сторонам. Сейчас расскажу про наш самый любимый парк. Это там, где снимали парфюмер и фильм «Наберит фауна». Здесь так тихо, хорошо, вкусно пахнет и очень красиво. И вот здесь единственное место, где можно проникнуться духом ландшафтного дизайна садов прошлых веков. Как здесь красиво все-таки. Здесь просто... Да ладно, короче, это самый лучший парк Барселоны. Без сомнения. А вот и лабиринт, в котором можно потеряться. Там можно заблудиться. Сейчас проверим. Вот видите последствия этой красоты, что здесь будут снимать какой-то фильм, поэтому закрыли вот эту самую красивую часть. Похоже, мы здесь нашли единственный работающий в этом году фонтан в Барселоне. Выглядит он примерно вот так. Нож набьет. Клетем. Передвигаться по Барселоне в Барселоне только можно по утрам или мелкими перебежками с перерывами на кофе или сиесту. Я расскажу вам о пару бомбийских кафе или ресторанах чуть позже, где стоит попробовать нормальную каталонскую кухню, напитки и заменяемые деньги. Супер год. Какая вкуснотина. А сейчас мы гуляем по самым интересным кварталам и улицам Барселоны. Галилей. Я просто была уверена, что это ситуация. Шумная ла-рама. Погуляться по ней, а вернее потолкаться, это обязательно пункт программы для тех, кто приехал в Барселоне. Только не забудьте свернуть на красивейшую Королевскую площадь. Посмотрите там фонтан Трех Грации и не пропустите фонари работы Гауди. Конечно, магический готический квартал, где все чудесно, кроме толп туристов. Нужно пройти под этим мостом и загадать желание. Будете загадывать? Придумали уже? Да. Дворец каталонской музыки. Это реально одно из самых красивых зданий Барселона. Еще один из шедевров каталонского модернизма. Если у вас есть время, возьмите туда экскурсию. Там просто что-то невообразимое. Такое буйство красок. Плитки всякие разные. Мозаика, колонны, скульптуры, витражи, купол. А еще лучше убить сразу, взять билеты на какой-нибудь концерт. Или, например, на шоу «Фламенко», которое проводится в этом театре. И тогда вы увидите и интерьер, и посмотрите прекрасное представление. Есть такие современные штуки в Барселоне, которые уже стали практически как арт-объекты. Мозаика в виде поцелуя, которая собрана из множества маленьких плиточек, на которых изображены повседневные фото обычных каталонцев. Можно посмотреть вблизи, а можно посмотреть со стороны. А если у вас есть еще и платье, которое полностью сочетается с этим панно, это так случайно совпало, то фотки для Инстаграма у вас получатся просто огонь. А еще советую на закате прогуляться на площадь Испании. И полюбоваться с хамамом жир прекрасными видами. После площади Испании поднимитесь на террасу арены. Раньше в ней проводили кориды, а сейчас торговый центр. В гугле какие-то нехорошие люди слепили в одну достопримечательность две. То есть они дают координаты госпиталя Санта-Креу, а фото в комментариях дают другого госпиталя, который для богатых называется Сан-Пау. И потом эту ошибку скопипасили кучу других русскоязычных ресурсов и прямо в маршрутах тоже слепили вместе двоцей в разных локациях. Мы купались на девочку, пришли в район Равиль и зашли в госпиталя Санта-Креу, уверены, что это Сан-Пау. И, конечно, мы там ухлебнули. Санта-Креу – это двор с бездомными, вонючие, ничего с собой не представляют особенного, ну, кроме того, что здесь умер Гауди. Ой-ой-ой, а ты же волчь с собакой. Прямо там лежит и стыд на собаку свою. Бомжи везде. Она полная. Ой, я чуть не плевадула. А Сан-Пау – это целый городок из красивейших зданий в стиле модерн. Он даже хранится ЮНЕСКО. И его создал дневник архитектор. Вы можете сами писать в гугл и утвердиться, что там таких напутавших, как мы, хватает. И некоторые даже покупают билеты в Сан-Пау. А приезжает Сан-Креу. Сан-Пау – это госпиталь. Очень красивый. После того, как мы посетили госпиталь для бедных, где всем стало дурно от запахов, то это явно был госпиталь для богатых. Все. Идем внутрь. В госпитале мы находимся. Хоть бы кто нам помог от жары. В зданиях очень прохладно, поэтому класс. Вообще очень красивое место. Вообще рекомендую. Кроме таких запуток, есть еще несколько мифов про Барселону, которые мы хотим опровергнуть. Миф, что Барселона – место, где можно совместить экскурсию и пляжный отдых. Нет, мы с этим вообще не согласны. Искупаться в жару – да, можно. Но пляжем и морем – это назвать трудно. Городские насыпные, многолюбные пляжи – это не наша тема. И даже самые барселенцы ездят на выходные в прикрыт, чтобы насладиться чистейшей водой и морским воздухом. И еще один миф про рынок Бакерия. Да, там было очень прикольно посидеть и поесть лет 15 назад. Свежих устриц, рыбких хамонов. Сейчас это просто жуть. Куча народу, то чья на неких удобствах. Другой миф про то, что в центре дорого. Нужно ходить по каким-то особенным ресторанам, туристических тропах, и там будет прям вкусно, аутентично и недорого. Вот в этом и это тоже неправда. И в центре мы находили прям бомбические места, где сидят одни местные. И на периферии оказывались какой-то ерунде по цене хорошего ресторана. Вот, например, классная кафе Райни Барселонет. Атмосфера там просто огонь. Это крем Каталана. Или еще один семейный ресторанчик. Недалеко от Санта-Крео. И тут отличный ланчик, прекрасная сервировка. Хозяин такой мача. Коктейли суперские. Очень вкусно. Мидий, да. Там такие отличные огромные кастрюли мидий с разными соусами. Там еще есть и обеды. Там очень прекрасная сангрия. И домашнее вино. И все прям очень-очень вкусно. Также не обошли мы вниманием сеть ресторанов, где по принципу самообслуживания выбираешь любые морепродукты, свежайшую рыбу, которую при тебе взвешивают и готовят. Как вы попросите? Хотите гриль, хотите на пару. Отличные цены. Всегда все свежее. Они очень тащатся в Бакирию или в какой-то супердорогой рыбный ресторан на набережной. Одно из удовольствий в Барселоне это какой-то нелепый шопинг на улицах, в супермаркетах, в лавочках. Там можно найти это всего-всяк. Ну, любую дичь. А где твой этот Снопи-Сноп? Что? Как называется? Снопидок? Снепот. Снепот. Ирия подходит подольше. А Ирия подходит бомер. Сколько вам лет? Дети. Один автобусник. Нет? Нет. Будет 13 в августе. Но мне уже 12. Дети. 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 Счастливые. Здравствуйте. Я в Барселоне. Я из Могилевской области. Передаю всем привет. Я мадемуазель Брошкина. Здравствуйте. Очень красивая. Я очень красивая женщина. Капарил. Вот это очень красиво. Это какой-то... Посмотри, кто. Это какой-то... Горбыль. А у нас в Барселоне собралась просто крэйзи, крэйзи семья. Какая хорошенькая. Барселона. Мега-туризма. Какой же мне образ. Для кого-то она недоступна мечта. Для кого-то любимый город при каждом посещении. Неизменно восхищающий и удивляющий. А кому-то привычный и родной. А что думает Барселона про нас? Старинная и красивая. Неизменно яркая, живая, гостеприимная. Она постоянно развивается, становится современнее и старается стать удобнее и экологичнее для жителей и туристов. Барселона любит нас всегда и сильно. Так же, как и мы ее.